Не получилось RimWorld постримить, давайте хоть запишу вам какую-то партию в Норсгард, тем более тут обновление выпустили, зимний праздник, это новая карта Вечная Мерзлота, праздничные украшения, давайте сыграем сетевую игру на этой карте Вечная Мерзлота, то есть, ну, глянем, никто не собирает, давайте я создам игру ФФА, ну, видите, я не стримлю, а делаю запись в поверх, потому что сегодня что-то стрим не работает, а во-вторых, так, режим игры, ага, то есть на Рагнарёке нельзя, тогда вот Вечную Стужу на обычном Норсгарде выберем, Рождебность Мира Высокую поставим, все остальное случайно, ждем людей, так, ну вот все собрались, еще тут, видите, Кэптан Дес Ордер пришел, бывает иногда у меня в играх, стримах, беру Клан Ворона, потому что, во-первых, мне тут одна победа до 50 побед осталась, во-вторых, на этой карте Вечная Мерзлота, которая Вечная Стужа, бывает событие, когда замерзают порты, то есть, это вообще минус для Клана Ворона, по идее, я хочу посмотреть, насколько это будет, ну, как это будет влиять, то есть, на карте Вечная Стужа, зимой может замерзнуть вообще все, нафиг, интересно, можно будет ли бегать по этой территории, ну, в общем, сейчас увидим, ну, и карта веселенькая, снежная, за окном, Скайрим, на экране Скайрим, везде будет сплошной снег, так, вот зима, льдинки плавают, ну, традиционно, О, у нас тут украшен, ратуша наша украшена к Рождеству, ой, не то, не домик, хижину Скаута, немножко с каким-то таким оттенком, правда, не знаю, зеленоватым, что ли, или мне кажется, ну, снег я имею ввиду, побелее хотелось бы карту все-таки, так, против кого мы играем, два оленя, дракон, капитан дисордер за дракон, ему понравился, видимо, новый клан, я сейчас за Ворона, именно для того, чтобы посмотреть вот на эту, на то, если будет все закрыто льдами, как будут работать гавани, О, стесняковика лепит, ха-ха, фрикол, ха-ха, так, давайте, наверное, нет, пока не будем, пожалуй, дерево, так, есть место для гавани, есть место для гавани, вроде тут, это хорошо, так, овечек, конечно, хреново видно на этой карте, так, посмотрим, тут свободно, тут какую мы первую колонизируем, да, вообще пофигу, честно говоря, тут две овечки, начнем с нее, ну, я просто и то, и то могу колонизировать, как ворон, давайте, так, тут у нас закрыт, да, проход, тут ко мне не пройти, тут я тоже закрыт, то есть вот это у меня пограничные тайлы, которые надо будет брать, давайте добывать дерево, у меня две овечки есть, можно пока подзабить немного на еду, и надо строить быстрее, блин, тут вот три места, тут надо будет быстрее камень добывать, чтобы здесь гавань построить, надо зачищать этих волков, так, ну, место вроде ничего такое, ничего такое, два, две руинки есть, это деньги и наука, сейчас вот я эту территорию следую и отправлю скауту руинку добывать, так бы я раньше отправил, если бы у меня не было двух овец, построил снеговика вообще, стырил откуда-то шлем, на снеговика отдел, морковка, теперь мы не доедать будем, о, и вот он и недалеко, слушайте, вообще ко мне отсюда не пройти, мне вот эту вот территорию надо занять, вот тут где два волка, и все, ко мне не пройти будет, здорово, хотя, конечно, заселять мало что есть, но все равно, куда он побежал, снеговика лепить еще одного, прикольно, так, два волка, три волка, блин, ну, давайте попробуем, должен, по идее, конечно, ну, с тремя волками сложновато, тут двух я, конечно, завалю, тут надо очень аккуратно будет, чтобы трех волков убить, надо, чтобы нападать, вот этот пока хорошо стоит, сейчас надо быстро на него напасть, так, давайте мы одну зарежем овцу пока, блин, давайте сейчас убить, попробуем, отступаем, не очень удачно, вот это, там я уже тогда их не зачищу, к сожалению, так, 95, это надо уже строить, вот это, скаута возвращаем, так, двух волков, можно ли убить двух волков вот с такой, вообще можно, если они подальше друг от друга будут, так, и тут два волка, ну, тут надо будет, наверное, башню построить, еды у меня мало, вот эта проблема, о, вот люди начинают играть, в рейтинговую игру сел, это рейтинговая игра, и сразу сдача на, не знаю, на шестом месяце, ну, что-то ему скучно стало, что-то неинтересно, так, гавань отправляем, ребят, в поход, денежки тут важны, ну, и надо, конечно, построить добычу еды, так, давайте пробовать этого волка быстро, я не убью, к сожалению, да, останется один волк, надо будет его допиливать, будут периодически оттуда набегать, конечно, не очень прикольно, так, тут у нас рыбка есть, ну, не хочу пока колонизировать эту область, чтобы отсюда не бежать, вообще, мне бы, вообще, мне бы зачистить эту территорию, но только при условии, в общем, у меня деньги есть, колонизировать это будет 40, потом 60, вот слышали звук, это сейчас Кэптэн Дес Ордер там сделал, видимо, себе снеговик недоделанный, давайте, колонизирую, добиваем этого волка, потом бежим с этими, разбираемся, колонизируем тоже, он там сжигает, судя по всему, рабов, так, мне, блин, три волка, ну, что ж я телился так долго, ну, блин, по идее, должен убить их, так, немножко сюда подвел, надо, чтобы ушел какой-то один волк, хотя бы чуть подальше, еды мало, Должны, должны, да, отлично, теперь мне вот этого воина надо куда-то деть, а у меня не исследована территория тут, но это хорошо, то есть я защитил, я славу получаю здесь, камень, для ворона важно как можно быстрее славу прокачать, да, ну, мне придется этого воина, хотя, вообще, пускай постоит, наверное, тут сейчас будут нападать волки, ну, еды мало, еды мало, надо строить склад, надо строить еще одну добычу леса где-то, так, давайте начнем уже исследовать территорию, надеюсь, чувак, который вышел, он был моим соседом, это будет хорошо тогда, у меня сейчас минус по еде пойдет, блин, надо этим возвращаться, надо возвращаться, я его скаутом сделаю, пускай вот эту исследуют, вообще, надо бы рыбу еще, добычу рыбы сделать, и пошел снеговика лепить, хлебом не корми, дай снеговиков полепить, так, надо рыбу еще построить, потому что зимой как раз добыча рыбы самое то, в каждой области по снеговику, вот тут, конечно, не долеплен, интересно, он хоть еду добывает, да, вроде считается, что добывает, надеюсь, просто, если они будут вместо добычи еды снеговиков лепить, то будет, конечно, печаль, все быстро подохнем с голоду, так, ну, в принципе, вообще есть одна овца, давайте мы исследуем вот эти области, тут тойотуны понятно, я с ними торговать не собираюсь, за йотунами там клан дракона у нас, центр карты, кстати, никто еще не открыл, его даже не видно, где он тут может быть, волки, ну, вот видите, вот так вот можно смотреть карту в тумане войны волки, это медведь тут ходит, видите, дом надо строить, надо строить, кого я открыл, оленя коричневого, сейчас тут денежки привалят нам, давайте, надо дальше территорию открыть, дома нужны, но сначала мы построим добычу леса еще, надо вот эту область будет захватить, и тут добычу леса поставить, у меня нету, к сожалению, области конкретно на лес, нет, тут вот, нет, тут ходят юниты, значит, у меня есть в соседях кто-то, жалко, так, ну, вот эта территория тоже ко мне отходит, в принципе, медленно расту, медленно расту, потому что нету еды, и дерева нету, так, плотничье дело откроем, мы идем в диковинные товары, чтобы счастье получать, но, правда, у меня сейчас, и так, счастье есть, нету домов, сначала, или сначала дом построить, блин, сначала добычу дерева надо будет построить, тут, тут медведь сверху, поэтому я пока не буду, ага, тут у нас эти, ну, пока драугры пока не будут нападать, но вообще надо будет здесь поставить башенку, так, ставим, не понял, а, блин, не захвачь, я уже ставлю добычу дерева, как будто это моя территория, и дом надо будет поставить, так, здесь у нас будет гавань, здесь у нас добычу камня надо сделать, здесь склад и добычу, ну, значит, тут тоже надо дом ставить, о, капитана дисордера встретили, тоже пшеничка, сейчас 50 дерева наберем и ставим еще домик сразу, блин, еще лечилку надо где-то, еще добычу камней здесь, тут склад надо, мне вообще надо 200 славы набрать на самом деле 200 славы это, это, например, один пир и что-нибудь там, и аппарат уши, предположим, вот еще и дерево у меня, дерева мало, так, вроде как иду неплохо, я бы даже сказал лучше всех, открываем территорию, надо еще и гавань тоже ставить, еды маловато, тут склад надо бы сделать, вот столько, а что у меня с камнем, тут еще камень, да, тут у меня железо, ну камни и железо нормально, окей, ну тем более, что я захватил логово волков, у меня уже 5 камня есть, так что я сейчас быстро ратушу апну, потемнело, это что, дождь пошел, на снежной карте дождь, блин, понятно, это у капитана дисордера теперь нету соседа, я так понял, ну плохо, плохо, минус 1 еда, но мы пока бережем дерево на апгрейд, сейчас 80 будет, еще 1 камень и апнемся, потом можно будет склад тут поставить, потом, наверное, баш, или гавань, гавань, наверное, надо, сейчас мы уже счастье получим, тех, наверное, сейчас надо гавань ставить, а потом склад, мне еще и отправить надо, а что тут расставил снеговик этот, так, сейчас я возьму эту теху и выйду и стану таном, собственно, это 3, 3 жителя плюс, это очень, очень неплохо, то есть, поэтому завор, она желательно как можно быстрее выходить втана, может быть, даже стоит вот тут поставить на славу, ну, вообще, есть еще одна овца, то есть, можно пока о еде не думать, так, зеленый здесь рядышком, есть, 3 поселян, трое поселян, еще тут счастья, но надо сейчас двоих отправлять сразу в гавань, кстати, а я здесь гавань-то могу строить, но вот я не посмотрю, может, тут не вылазит гавань, во, этой зимой море будет сковано льдом, корабли не выйдут в море, пока лед не сойдет, во, вот интересно сейчас будет, то есть, всю зиму у меня гавани не будут работать, но у всех остальных тоже правда, но для ворона это, ну, счастье-то они должны давать, так, что апнем, наверное, пока склад построим, ничего не апнем, пока склад построим, все тут танами стали по очереди, я еще зеленого не встретил, кстати, так, вот сейчас, наверное, уже стоит башенку построить, как раз этот достроит склад, так, сколько тут добыча камня, 14 еще, наверное, рыбу апнем, не, вообще, надо эти хапать, гавани, ты, счастье и деньги, правда, они сейчас работать не будут с другой стороны, все, они только счастье дадут, лучше еще просто одну гавань здесь построить, как для апнуть что-то другое, когда камень здесь закончится, построить тут гавань, апнуть, наверное, стоит добычу дерева, с деревом у меня что-то медленно все, перебросим одному лесорубу сюда, так, ну, в принципе, нормально стою, еды мало, ну, давайте, наверное, тогда рыбу следующих, следующую апнем, ну, просто уже скоро зима, апать поле зимой нету смысла, оно намного меньше добывает, чем рыбаки зимой, зимой, так, что-то я зеленого не могу найти, хотя он как раз рядом со мной, круг камней, на будущее у нас есть, так, надо, пожалуй, здесь добычу камня уже сразу построить, и будем добывать, сейчас они тут все изюзают, и сразу зимой пойдут там камень добывать, вообще, можно еще улучшить скаутов, сейчас же эти, по идее, тогда мореходы должны вернуться, у меня шесть, нет, шесть, четверо лишних будет, трех мореходов можно вполне, о, несчастье пошло, блин, ну, вот и что делать, строить, строить гавань на счастье, или улучшать скаутов, сейчас, ну-ка посмотрим, а, немало, их еще использовать нельзя, представляете, забавно, то есть, они вообще замерзли в воде, и я считаю, четырех жителей лишился на зиму, а строить интересно, можно, строить гавань можно, ладно, построю гавань, чтобы несчастье ушло, прикольно, то есть, их надо возвращать до вот этого замя, но я так понимаю, что тут бегать нельзя, да, да, значит, что происходит, мореходы не будут произвести торговлю на великих путях, остановятся, гонять наемников нельзя, ну, забавно, прикольная эта механика, так, давайте скаутов все-таки отправлю и использую овечку, так, давайте йотунов исследовать, ну, и исследование карты тоже остановилось, видите, но это всем не очень, потому что в основном все строят гавани, видите, вот и у козы одна гавань есть, игрокер не говорит, что вележир не занят, если он стоит и делает снеговика, то есть это сложность, да, он стоит и делает снеговика, тваринок, кстати. Ну, по-моему, считается, что когда делать снеговика, он все равно еду добывает, мне так кажется. О, зеленый пошел на драугров, ну, правильно, он этот медведь, почему бы ему и не зачистить драугров, а мне, наверное, стоит апнуть эту башню. Посмотрим, пойдет он тут меня, ну, по-моему, не исследовал эту территорию. А, он еще этих пошел, нет, не пошел. Ну, там пятеро, тут их пятеро. Ой, еда заканчивается, но вообще сейчас уже лето начнется, все равно как-то еды мало. что за фигня, давайте апнем поле. Что-то реально как-то еды мало. капну на всякий случай эту башню. Мало ли, что-то ему в голову стукнет. так, три. Ага, эти продолжают плавать. Ну, надо апать уже гавани, чтобы счастье получать. Так, сколько у нас тут камней осталось? Тринадцать, тут четыре, то есть семнадцать. Ну, еще одну гав... Да не, обе гавани надо апать. Т-16. И все, и больше мне ни на что не будет камня. Опять минус один. Нужны дома получше, блин. Ну, это реально так. Еще и дома надо... То есть, мне на одну гавань камня не хватит. так вообще имеет смысл еще и провести фест. да. Устроим пир. Тут девять камня пока. Когда я там благословление Йорда? Еще одну. давайте здесь поставим на добычу железа. На добычу железа мне еще надо лекарей сделать. У меня реально что-то маловато территории. У нас еще военные лагеря построить. Мне еще пивоварню где-то сделать. Наверное, придется увеличивать. Ну, ко мне проход вот только через эту клетку, через одну. Там на зеленого постоянно дрова... А здесь почему они на него бегают, а не на меня? Ну, что, оружейник или умелую разработку лучше взять? Будет ли зеленый на меня нападать? Вот в чем дело. Вот в чем вопрос точнее. Так, улучшаем, улучшаем, сюда отправляем еще одного, улучшаем мореходом. Так, 12 и тут, а тут все добыто. тут все добыто. А, блин, не туда я их отправил. Блин. так, тут, наверное, я улучшу территорию. Жалко, 100 рублей, но что поделать. И построим здесь хижину знахаря. она нам она нам нужна. Тут железо будет добыто и берем и там мы будем вот где еще пивоваров строить вопрос. и центр и ратушу улучшить, я вот думаю. Мало денег как раз благодаря тому, что целая зима была ну, закрытые порты были целую зиму, поэтому считайте, я за три месяца денег не накопил, поэтому у меня мало денег сейчас здесь. Да, вот тут красный должен был быть, а его нету. По науке синий вперед вырывается. по славе тут я вместе зеленый потому что этих драугров тут захватил, логово драугров взял. Так, может быть мне пока достаточно здесь дерева, хватит троих ребят, а этого тоже отправим на деньги. надо где-то счастье брать. Это что-то нельзя, почему драугров сами тут на зеленого нападают. так, железо добывается. Давайте, наверное, во-первых, военные лагеря построим, потому что зимой вполне может напасть на меня зеленый, а у меня армии не будет. Дальше тут улучшим именно юнитов и улучшим так, стоп, эти у меня уже все вылечили. Добычу дерева, давайте добычу, давайте крестьян лучше. так, сколько там еще осталось железа? 7, 10 всего. Я еще кого-то одного могу улучшить и 5 железа оставлю, если мне убьют. Если мне убьют берсерка. Так, вот тут еще давайте военный лагерь построим. и берем ладно, возьмем оружейник. Так, несчастье уже. Давайте здесь строить пивоварню все-таки. Еще сто монет пришлось потратить. да, денежков не хватает, не хватает, несмотря на 7 прокаченных мореходов. В этом плане, конечно, на этой карте лучше на торговцев какой-то делать фокус. Видимо, они на гавани. Ну, поэтому и взят специально ворон, чтобы сложнее. О, наконец-то на меня пошел тут драугр. Так, ну что, 10 юнитов. Если зеленый решит на меня напасть, я думаю, что как-нибудь отобьемся. Да, да, несчастье. Сейчас мы эту неприятность решим. Так, здесь давайте в этих в ученых посадим. Почему нет? Так, здесь чувачка на счастье. О, коричневый сдался. Интересно, почему. Неужели зеленый на него зеленый нападал? Что, сейчас на меня пойдет? Так, починим башню. минус 11 еды нормально, плюс одно дерево, одно счастье. Как раз хватает. Так, кто у нас не занят? Лекарь. И можем улучшить один инструмент. Ну вот я думаю, лекарю или рыбакам. О, как раз геймплей им заинков сейчас показывают. Давайте, наверное, рыбакам улучшу. Потому что нужны, нужна еда. Не, ну у зеленого не так много армии, ну, три юнита, берсерк и медведь. это как-то не особо страшно. Давайте дальше исследовать территорию. Вообще надо отправить еще скаутов. Пока зима, пока у нас еда есть. Давайте зеленого исследуем, чтобы быть готовым. что он, как бы, у него уже больше нету соседа, кроме меня. получается ему вполне можно на меня нападать. Поэтому и надо исследовать его территорию, чтобы увидеть, что он там делает. Кэптэн Десордер там. Ну, кстати, к Кэптану тоже одна клетка прохода по-хорошему. надо что брать, шубу или стратегию обороны. Давайте, наверное, стратегию обороны возьму. Я все равно на зеленого зимой точно не буду нападать. Просто тут стопудово. А, у него еще плюс 5% к силе бойца. нормальненько. Да, но я у него еще и блин, еще и счастье. У него аж 2 территории со всякими ништяками. Нормально подвезло. Вот это сгенерировало карту. Так, все, это вся его территория, да? Это значит, что на данный момент у него раз, два, три военных лагеря. Причем, как ни странно, все военные лагеря у него на воинов, хотя он медведь, и у него будет бонус... То есть, у него дешевле стоят копейщики его эти. странно. Ну, ладно. Может, мне сейчас напасть тогда на него? Башню строит. Какая у него сила юнитов? тринадцать. Ну, вообще, нападать без улучшенного снаряжения за ворона не очень. Так, еще одна осталась территория. То есть, вот этой мы откроем, эту, и этим, по-моему, нет, еще одна будет. блин. Так, три жителя. Вот здесь ничего не поставлено, можно лагерь ставить. так, и давайте в лекарей отправим. Ну, меня смущает, что фиолетовому никто не может помешать. с другой стороны тут у нас синий по науке скорее вырывается. Так, может мне еще у меня двенадцать, у меня есть еще двенадцать дерева. Может мне что-то апнуть? Ну, я еще могу этих зачистить. Хотя зеленым не явно мешать будет. Видите, он тут стоит, прям откровенно стоит. Лагерей он больше не строит. О, он привел еще юнитов. Ну, что, на меня? Да, пошел на меня. Ладно. А почему летом? Да, конечно, управление. Я нифига не вижу что там. Лучше на снаряжение возьмем. Счастье. Побежали, наверное, у меня деньги есть, если что. я не знаю, зачем он ее нападал вот сейчас. Он же медведь. Не надо зиму дождаться, нет? Так, давайте кого-то в лекаря пивовара пока в лекаря отправим и рыбака и пир устроим. Ой, юнитов понастроил. Сдохни, медведь. Ты счастлив, что у тебя медведя больше нету? Я так понимаю, что счастлив. Давай потеряем еще больше юнитов, давай. Блин, ну, почему не выбирается, ну? Я хотел только берсерка сейчас убрать на самом деле. Ой, там, там, я думал, это этот отбивает себе. Тогда нормально стоим. Мне бы до зимы, конечно, не забрать эту территорию. так, что у нас тут с лекарями долечивают? Педняги. Граугр вступился. Чувак бешеный. Так. Надо дерево добывать. Ой, а я ж на эту могу напасть. всеми юнитами пошел, да? Ну, хорошо, отступим. Давай, ты от голода сдохнешь тогда зимой. Я не против. Это вот просто типичный пример, что за медведей нельзя нападать летом. Зачем он это сделал? У него бонусы зимой же. У него зимой бонусы. Почему он летом напал? А он что, тоже стратега взял? ладно, ладно. Хрен с тобой. Воюем тремя юнитами, блин. Тремя юнитами сидим воюем. Так, дерево у меня идет, давайте вылечимся. Хрен с ним, оставим ему эту территорию, дождемся уже следующего лета, а остальные пускай развиваются. Тут встану, может улучшу эту башню, еще у меня может эту улучшить. Какой у меня уже бонус к силе идет 16%, ну, то есть, у меня сила летом 15%, у медведя 13%, это летом. Мол, сейчас будет на пункте лох бешеный, вот ни хрен делать человеку, я не понимаю, вот нахрена он это делает, серьезно, и не успел убить меня башню, здорово, ну, бегите, ну, он еще и зимой термин сделать не может так как у него атака зимой все еще 13 она у него плюс 1 к защите ну не знаю сейчас еще пять процентов потеряет здесь он персерка потерял походу я отступлю чувак ну не хочешь так не хочешь я не собираюсь тут терять армию только потому что одному какому-то я же взял кстати оборону да отлично то что надо ты не хочешь армию блин сейчас конечно еды будет у меня с едой мед армию потерять на самом деле в эти я берсерка спасу а вот армию надо потерять ой блин куда ты бежишь куда ты бежишь блин как ни странно даже вроде как ну и нормально в принципе 10 минус 9 это такие траты постоянные надо мне вот эту территорию забрать до минус 11 пошло ладно ладно минус 9 ну успеем я не думаю сейчас будет голодающих тут дерево хорошо я взял уже рост населения должно быстро появляться так плюс 10 пошло одного в добычу дерево подавайте этих двоих влечения ну может сейчас зеленый успокоится наконец о отлично у него голод сплошной какой-то молодец зеленый как ты здорово играешь ну еще одну кстати территорию я не открыл ну а в это время все остальные развиваются всем остальным хорошо ну вообще надо сейчас нападать конечно с как-то немножко еды поднакопить и нападать сколько у меня будет юнитов 2 но пока 4 мало у него явно медленнее в основу надо будет территорию колонизировать кстати так все вылечили давайте может их в счастье посадим каждые 17 дней а вот сейчас будет каждые 14 дней накопить юнитов но у него ведь у него проблемы и зеленого мы сейчас снесем тем более что у меня еще рейды есть а потом догадаемся с капитаном снесем синего потом в своем дуэль куда катаем вот и все тимплей против синего будет ну что все открою да так 6 юнитов накоплено ну этого я оставлю дерево добывать где-то вот в середине лета наверное стоит он тут бедняга вот восстанавливает пока нет добычи сейчас маленькая понимаете вот это вот все все эти раненые а мне тут буквально дотерпеть немного знаю юнитов 8 наверное надо чтобы было уже семь есть уже семь есть он сам все вот эту вот эти все проблемы привез он атаковал слишком большими силами так ну что поехали 8 юнитов должно хватить он тут даже он даже башню тут не может построить я даже эту территорию не буду сразу нападать буду я думаю да предсказуемо предсказуемый чувак сдался так зачищаем зачищаем хочу у него тут берсерк стоял непонятно кстати можно поубивать всех юнитов чтобы по прокачивать уже окончательно это даются очки вот эти 18 очков за убийство дровосека например дали так драугры какие у нас тут варианты ну можно попробовать победить конечно славой так все я тут зачистил да теперь драугры у меня драугры не скоро надо продолжать зачищать медведиков надо зачистить поree казак кстати явно ютонов ль капитан почему-то хранителя взял защищаться собирается может на йотунов напасть ну блин 3 йотуна тяжеловат но зато 150 славы дадут если убью да и как бы коза явно с ними торгуют не против 3 хотя бы 1 убьем нет отступим надо с этим ядра угром ну 33 юнита осталось надо будет добить потом так постоим надо больше дерево наверное добыть так и исследовать странников возьмем это счастье исследовать руинку и поставить дома дома и побольше и что я наверно опну вот этого хижину знахаря хижину знахаря и вылечим юниты так хрэ тут снеговиков строить но он по науке синий прилично валит сейчас минус кстати по дереву пойдет надо бы ну и этого отправлю территорию исследовать все отлично сейчас постоим просто подождем так вот минус идет по по дереву надо больше лесорубов плюс два 4 лесоруба а только плюс два дерева к эти все блин счастья много может еще домик построить юниты никогда лишними не бывают давайте в разведчика надо до исследовать карту это мне и счастье дает и и знание того чем занимаются соперники то есть что можно будет зачистить территории не знаю кто тут что тут кто тут сколько у меня уже у меня еще пять территорий если мы хотим победу славы никого нет очень кто не будет нападать оттуда блин надо еще домик построить может тут уже на месте йотунов когда захвачу 27 еще двоих интересно сколько мне нужно юнитов чтобы убить я правда не верю что синий кстати нашел йотунов я у него даже рынка не вижу ну не рынка торгового поста рынок то у него есть у него башня горит это вот эти йотуны нападают периодически так понимаю синий тут что-то только исследует но тем не менее йотунов убить это плюс 150 к славы к славе так давайте так это у нас 4 5 я думаю шестерых хватит тем более уже практически максимальный бонус к силе ну а что и это да ну а и а ну а и и и и быстро лечиться одного потерял так ну проход к синему я из исследовал одного сделаем юнитом еще остальных обратно на добычу разведчик погиб знаете наверное пир устрою так поехали опять 3 да как они так быстро рождаются да вы задолбали он надо убивать этот тут застрял я так понимаю ну ладно будем считать все таки 2 было все убили бедных йотнеров давайте возьму эту территорию и домик там поставлю удалим чтобы вообще ничто не напоминало о йотнерах ой чё то сколько он их там понаделал то а у меня 12 блин мне надо побольше этих построить что где-то один к двум там идет сила я думаю сначала на меня будет нападать погиб рад нет на синего пошел позже да сколько у него их надо вообще его росли исследовать так этого сюда это вот туда же по ходу синего без меня захватит легендарных героев взять домашний очаг медицина давайте легендарных героев он реально сейчас синего выносит забеспокоился он в копьеносцев ну и так понятно что если капитан меня не позвал то он хочет в одного это сделать чтобы славу получить славу получить да вот это только ну и Сколько у него в итоге Драконидов этих Раз, два Три О да О да Сейчас эта шобла ко мне побежит Давайте-ка побольше построим Так, сколько у него в итоге Драконидов? Раз, два Три, четыре Пять, шесть Семь, восемь Девять, десять Одиннадцать Одиннадцать Драконидов Да, это серьёзная сила Мне надо будет его где-то тут перехватывать Только на обратном пути Если только вариант такой Давайте, наверное, вернёмся уже скаутами Причём перехватывать Не знаю Все Всеми возможными юнитами Которые у меня могут быть Собственно, даже скаутов можно уже не лечить Отправлять В воинов И этих тоже Да, он сейчас уже обратно побежит Да Поздновато Он уже добежит Я думаю Вообще, другой стороной куда-то Интересно, он Шубы взял Я думаю, что взял Ну Сейчас всё решится Перемещения такие А мы сейчас хоп и отступим, а? Как вам план? Ну, потому что я штраф тут имею При атаке на него Славы у него больше Но у него территории нету Ну, то есть Нехватка Территорий А у меня, например, камня нету для Мне бы сейчас Может, даже наукой Лучше побеждать Блин, ну и что мне теперь делать С этой армией У меня еда тут Поехали, интересно, у него Как с едой Они что же Жрут еду Фиг знать Сейчас у меня голодовка Начнётся Чё делать? Ладно Давай нападать Ну, у меня еда У меня проблемы с едой Быстро всё умерло Да Не, ну Дракону давать Вот столько Иметь этих вот Это, конечно Проигрыш Так что Они очень Дело в том, что они Они, может, у них слабая там защита Да И сила атаки примерно как у воина Но Они дают Они делают удар всем вокруг Дают удары всем вокруг То есть они На всю удар Не одному Юниту А нескольким Ну, видите И повезло У меня тут Зелёный Меня напрягал Постоянно Атакуя А Капитану Никто не напрягал Его Сиди, развивайся Ну Не отбиться Нет Ну чё тут Каким количеством юнитов Восемь юнитов Против Тринадцати драконидов Или сколько там Да Ну двенадцати Плюс ещё берсерк Это нереально Так что сейчас радостно умрём Наверное Тринадцатая ну сколько у него осталось было 12 осталось 7 пятерых фигня прервем поход прервем поход прервем поход не успеет наверное добежать успел алленер имеют ввиду сейчас прямо первым да чуть-чуть не хватает три у него осталось этих давайте станем лицорубами куда имеют ввиду сейчас первым начался поздновато на самом деле когда он возвращался от синего я поздновато на него напомню синего надо было сначала ученом между собой воевать к этом синий по науке практически по науке практически улетел ну в общем вот новая карта снежная считайте сегодня вместо стрима по green world у спасибо что посмотрели играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока играйте Ваше и что Продолжение следует...